В политической жизни Украины уже третий раз первое лицо государства на последнем этапе своего правления становится нерукопожатным в России. Так было с Ющенко, с Порошенко, и к этому состоянию практически приблизился Зеленский. С его избранием были какие-то надежды, что обострение отношений с Россией закончится и взаимоотношения между странами будут налаживаться. Несмотря на то, что российское руководство не поздравило его с избранием, как бы подчеркивая свою неопределенность к новому руководителю Украины, ему был дан шанс изменить все к лучшему и Путин даже несколько раз отвечал на его звонки. Последующие события показали, что политическая система на Украине не изменяется и Зеленский продолжает политику Порошенко. Рубиконом стал декабрьский парижский саммит Нормандской четверки, на котором Зеленский дал всем понять, что подписав резолюцию саммита, он не собирается ее выполнять. Он начал выставлять неприемлемые условия России и торпедировать ранее достигнутые договоренности по Донбассу, вместо формулы Штаймайера предложил формулу Зеленского, предполагающую перед выборами передачу под контроль Украины границы республик с Россией и отказ от изменений Конституции в части особого статуса Донбасса. К тому же он стал требовать возвращения Крыму. Позицию Зеленского не поддержали другие члены четверки и он оказался в изоляции, опираясь только на поддержку США. В январе политический российский Олимп неожиданно покинул куратор Украины Сурков и его место занял Казак, ранее неудачно пытавшийся объединить Молдавию и РМР в федеративные государства. В команде Зеленского началась эйфория, что в России меняется курс по отношению к Украине и Путин пойдет на уступки требованиям Зеленского. Акции переговорщика Ермака начали быстро расти и он занял должность руководителя Офиса Президента. Все это оказалось наивными мечтами дилетантов в политике, Россия естественно ничего не собиралась менять и жестко отстаивала выполнение ранее подписанных документов. Она никак не реагировала на стенание команды Зеленского, усилившей обстрел ЛДНРА и вызвавших ответную реакцию республик. Украина попыталась обвинить Россию в нагнетании ситуации на Донбассе, но российская мирная позиция осталась непоколебимой. Вершиной цинизма Зеленского, еврея по национальности, стало его заявление, что Вторую мировую войну развязали Гитлеровская Германия и Советский Союз, и они виновны в уничтожении евреев во время Холокоста, а мир от фашизма спас союз демократических государств. После таких заявлений установления нормальных отношений с Путиным у него не могло быть в принципе и телефонных разговоров между ними уже не происходило. Позиция Украины на минских переговорах становилась все более наглой и бесцеремонной, украинская делегация отказалась контактировать с представителями ЛДНРА, поскольку они имеют российское гражданство, и предложила вести в контактную группу представителей Донбасса, избежавших оттуда на Украину своих апологетов. Германия и Франция никак не реагировали на поползновение Украины по разрушению минских соглашений и азарт украинских переговорщиков начал зашкаливать. Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Резняков заявил, что минские соглашения являются лишь политическими договоренностями, ничтожными с правовой точки зрения, а другой заместитель Мережко на заседании контактной группы 15 июня заявил, что комплекс мер по выполнению минских соглашений носит рекомендательный характер и не налагает на Украину каких-либо обязательств. Это уже была заявка на разрыв соглашений. При этом теряющий свои аппаратные позиции Ермак всех успокаивал, что лидеры нормандской четверки смогут встретиться в сентябре и Казак предложит Путину идею реализации соглашения с учетом интересов Украины. Дилетанты от политики не совсем понимали, что они своими заявлениями работают на мельницу Путина. Очень возможно, что руками Зеленского Путин готовит расторжение минских соглашений по инициативе Украины и получит свободу рук в своих действиях. Следует напомнить, что согласно Минским соглашениям, заключенным по инициативе Путина, республики должны были возвращаться в состав Украины с особым статусом, что могло стать началом переформатирования Украины в федеративные государства. Шесть лет гражданской войны показали, что Украина никак не может стать федеративным государством, поскольку это означает конец проекта Украина, а восставший Донбасс не может вернуться в нацистскую Украину. Все причастные к конфликту на Донбассе понимают, что Минские соглашения на сегодняшнем этапе невыполнимы, к тому же американцы используют их в своих целях. Выйти первым из соглашений никто не хочет, Украину подталкивают к этому и она уже практически заявила о нецелесообразности их выполнения. Усилиями США Минские соглашения уже практически обнулены и реанимировать их вряд ли удастся. Никем не признанные республики оказались в ловушке, Россия как гарант соглашений не может их признать и не может везти туда войска. К тому же осколок Донбасса ни экономического ни военного интереса для России не представляет. Сдать Донбасс Россия также не может, поскольку это будет ее стратегическим поражением и значительная часть российского общества такого решения властей не примет. Поставленная российским руководством цель переформатировать Украину с помощью Минских соглашений оказалась невыполнимой, поэтому обстановка требует изменения стратегического плана по отношению к Украине, который пока не афишируется. На провокационные действия Украины Песков заявил, что ситуация на Донбассе потенциально опасна из-за невыполнения Минских соглашений, Россия не пойдет ни на какие компромиссы по формуле Зеленского и сейчас пока не сформулирован какой-то альтернативный канал для работы над урегулированием конфликта. Своё отношение к Зеленскому российское руководство продемонстрировало еще одним сигналом, не пригласило его на Парад Победы, объяснив это тем, что Зеленский поставил на одну доску Гитлера и Сталина в развязывании Второй мировой войны и на Украине сейчас почитают не победителей, а пособников фашистов. На попытке Запада принизить роль СССР во Второй мировой войне и подтявкивание Зеленского Путин 18 июня опубликовал в издании The National Interest статью, в которой с фактами в руках доказал, что мировую войну развязали элиты Запада, толкавшие Гитлера против СССР. В этой статье он прошелся по пособникам фашистов, упомянув Бандеру, которого сейчас современная украинская власть преподносит как национального героя. Отвечая на вопросы корреспондента по материалам этой статьи, Путин отметил, что сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом и напомнил, что у республик СССР было право выхода из Советского Союза, однако процедура выхода не была прописана. Возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза. Но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой подарки от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано, заявил президент. Этот прямой намек в Украине поняли, так как за время нахождения Украины в составе России ее территория выросла в шесть раз и в основном за счет русских земель. По Крыму Путин также четко пояснил, что с юридической точки зрения Крым всегда был российским и Россия его не забрала, это крымский народ захотел быть в России и на референдуме выразил свою волю. Путин не просто так стал регулярно поднимать вопросы о недееспособности украинского руководства, незаконных подарках русских территорий и отстаивании российских национальных интересов. План с помощью Минских соглашений вернуть всю Украину в сферу российского влияния не сработал, поэтому по всей видимости готовится возврат по частям и обосновывается незаконность ее существования в сегодняшних границах. На вопрос корреспондента «Приедет ли когда-нибудь руководитель Украины с визитом в Россию?» Путин ответил «Я думаю, что это неизбежно, конечно, это произойдет». Вопрос «Когда, но мы подождем». Путин, как изощренный глобальный игрок загоняет Зеленского в рамки, из которых ему уже не выбраться. Помимо деструктивных действий команды Зеленского происходит и ряд других международных процессов, влияющих на позиции сторон в разрешении конфликта на Донбассе. В США, в преддверии президентских выборов демократами запущен механизм гражданской войны, спровоцированный убийством Чернокожего, и американцам сейчас не до Украины. Начался процесс формирования новой политической системы, в котором Россия играет одну из ведущих ролей и не допустит российским окраинам дальше отбиваться от рук. Для России нужен серьезный повод для сворачивания Минского процесса и его может предоставить только Украина, перейдя границы дозволенного или США в силу обстоятельств, не связанных с Украиной. Параллельно Путин в своей статье третий раз напомнил о проведении саммита Большой Пятерки, России, США, Китая, Великобритании и Франции, так называемая Ялта-2, на котором великие страны должны определить порядок дальнейшего мироустройства и пересмотра сферы своего влияния. В рамках этого процесса и будет определено место Украины или ее частей. Некоторые регионы Украины вылечить от укроноцизма уже невозможно. Под брендом Украина их придется оставлять, кто-то же должен будет возвращать долги Западу. Украину могут подвести под невозможность местных властей управлять территорией, вести внешнее управление и разделить ее на части. Возможно, Путин начинает предпродажную подготовку этой территории заинтересованным сторонам. Все говорит о том, что Путин готовит Зеленскому холодный душ и в свете предложенного президентом России уже согласованного саммита Большой Пятерки о новом мироустройстве, Украину готовит к серьезному переформатированию. В этой большой игре Минские соглашения сейчас ширма, за которой решается будущая судьба Украины.